нефтяной рынок нащупал опору в виде сокращения добычи участниками сделки опек плюс ближайший контракт бренд торгуется чуть ниже 30 долларов за баррель кроме того заметно слоула и состояние контанда нанесено в рынке это состояние рынка обычно выражается в том что цены на фьючерсы с более ранней с более ранней датой поставки она ниже чем цена на фьючерс с более поздней датой поставки сокращение состояния контангу естественно в данном случае говорит об оздоровлении нефтяного рынка если посмотрим как изменится спред между контрактами более ранней с более ранней даты поставки и более поздней даты поставки например сравнивая спред между июльским и августовским контрактом он составляет сейчас около одного доллара за баррель в то время как в конце апреля спред составлял 20 долларов снижение спреда также способствовало резкое падение ставок фруктования танкера что собственно снижает стоимость хранения нефти приводит к тому что на дальние фьючерсные контракты они снижаются по отношению к ближним фьючерсным контрактам как раз таки отражая снижение стоимости хранения движение спреда между контрактами WTI было еще более впечатляющим с конца марта спред между июньским и июльским контрактом сократился с 7 долларов за баррель до чуть больше одного доллара за баррель это опять же говорит о сокращении состояния контранга о восстановлении рынка такая динамика также свидетельствует о том что проблема дефицита нефтяных хранилищ которые донимал рынок совсем очень недавно она отходит на второй план вчерашний рост цен если мы смотрим по бренд это вот примерно с 26 долларов до 31 долларов за баррель этот рост вызвало неожиданное решение саудовской арабии повысить официальную цену продажи нефти в июне на большинство своих сортов и для большинства регионов если мы посмотрим на таблицу то видно что вот изменение цены для соединенных штатов для северо-западной европы для средиземноморского региона для востока цены в июне они изменились в положительную сторону видно что для средиземноморья цены выросли практически аж на 7 долларов для северо-западной европы они выросли на 6 долларов причем по всем стартам и для сша они выросли значительно меньше все это говорит о том что спрос восстанавливается собственно поэтому производитель и повышает цены ощущая что спрос растет естественно это очень положительный очень позитивный сигнал для рынка что и повлияло на котировки что и вызвало их рост теперь мы рассмотрим данные вчерашние по китайской экономике торговые данные вышли данные по экспорт и импорт и вот неожиданно для всех экспорт китая в апреле вырос на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году хотя ожидалось сокращение на 12 процентов детали показали что вырос значительный импорт меди это ключевой металл использующийся в производстве импорт вырос на 14 процентов в годовом выражении не на 4,4 десятых в месячном выражении естественно свидетельствует об восстановлении спроса стороны производственного сектора китая тем не менее если мы говорим об экспорте также металлов то вот экспорт алюминия из китая упал на 11 с половиной процентов и продажа меди зарубеж упал на 12 процентов в годовом выражении что касается американских данных если мы посмотрим на вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице которые вчера вышли видно что на на прошлом деле выросли заявки на более чем 3 миллиона сегодня ожидается у нас отчет нового фарма прирос за апрель как ожидается вот это движение в заявках на пособие по безработице но отразиться в данных и отразиться там что сокращение отчет покажет что сокращение рабочих мест в сша составит 22 миллиона безработица соответственно подскочит до 16 процентов что касается показателя безработица речь идет о так называемом показатели субпоказателей у 3 он рассчитывается на на основании числа тех кто потерял работу именно кто и ищет но также в отчет включается показатель специальный ю 6 он включает также демотивированных работников то есть те кто потеряли работу но не собирается пока ее искать включая также частично занятых и вероят этот показатель будет представить особый интерес для рынка он будет значительно больше чем показатель ю 3 который ожидается на уровне 16 процентов показатель собственно ю 6 который более широкий он может достигать 25 процентов по информации изменение числа рабочих мест подсчитывается в отчете нонфанка и роз на основании зарплатных ведомостей которые компании собственно подают в департамент труда в то время как вот уровень безработицы рассчитывается на основе опроса домохозяйства важно вот учитывать что создание так происходит новых рабочих мест во время пандемии поэтому если мы берем а чисто показатель заявок на пособие безработицы он не отражает именно полностью тренд во безработицы так как хоть и немного но все-таки рабочие места создаются это нужно вот учитывать в процессе оценки данного показателя безработицы также стоит отметить что некоторые компании США не могли воспользоваться опцией получить льготный зарплатный кредит это специальная федеральная программа на более чем 600 миллиардов долларов это эта программа специально рассчитана для компаний которые не собираются увольнять рабочих но которые готовы взять карди для того чтобы создавать зарплату неизвестно на самом деле пока сколько компаний воспользовались этой программы но также это могло оказать положительный эффект на то как изменилось число безработных как раз таки из-за того что это вот для некоторых компаний могу создать такую подушку безопасности они могли сделать решение после того чтобы сохранить рабочие места это все покажет нам апрельский отчет в общем очень много нюансов и тонкости включая прохладную реакцию на несколько последних апдейтов по заявкам по союзу безработицы которые росли при этом рынок не реагировал отрицательно несмотря на такой резкий рост и отсюда соответственно сейчас низкие ожидания образовываются по поводу того что отчет сегодняшний нон фарм про сможет двинуть рынок возможно будет такая же прохладная реакция на сегодня все спасибо за ваше внимание увидимся в понедельник